Привет, друзья! С вами Russian with Dasha. Мы уже два месяца живём на даче, и в этом видео я расскажу вам, как проходит один день из нашей жизни на даче. Поехали! Наша дача находится недалеко от Санкт-Петербурга. Мы переехали сюда, чтобы работать удалённо и при этом жить на природе. Погода нас не баловала. В этом году апрель в Ленинградской области выдался очень холодным. В некоторые дни здесь шёл снег, ночью было морозно, температура была ниже нуля. Нам приходилось каждый вечер топить печь, чтобы в доме было тепло. Вот-вот начнётся сезон белых ночей. Это явление, когда ночью в Санкт-Петербурге так же светло, как и днём. Можно гулять всю ночь и наслаждаться красотами города. Сейчас в деревне рассвет наступает рано. Примерно в три часа ночи уже начинает светать. В будние дни нам всё так же приходится работать, поэтому мы встаём в восемь утра. В выходные мы обычно просыпаемся в девять. Я просыпаюсь и первым делом заправляю кровать. Сёмик обычно сразу просится на улицу, поэтому мы выпускаем его погулять. Первые дни я боялась отпускать его одного и гуляла с ним на шлейке, но потом заметила, что Сёмик всегда прибегает домой. Мне нужно его позвать, и он тут как тут. Сейчас мы спокойно отпускаем его гулять на целый день. Если вы досмотрите это видео до конца, то сможете насладиться прогулкой по даче с Сёмиком. Ванная комната у нас не отапливается, то есть в ней такая же температура, как и на улице. В апреле и первой половине мая было прохладно, но терпимо. Я умываюсь и наношу на лицо увлажняющий крем. Что мы едим на завтрак? На даче мы стали часто печь блины. Я очень люблю блины с малиновым вареньем и сметаной. Это очень вкусно! Иногда мы едим кашу с сухофруктами, иногда варёные яйца. Делаем яичницу с помидорами или бутерброды с маслом. Сегодня мы приготовили сырники. Обычно они получаются более вкусные, но сегодня у нас оставалось только одно яйцо, поэтому получилось не идеально. Хотите, чтобы я записала рецепт идеальных сырников? Третий день подряд стоит тёплая погода. Наконец-то можно завтракать на природе. После завтрака мы садимся за работу. Я преподаю русский язык в скайпе, пишу тексты для своих будущих подкастов и видео, а также монтирую материал. В общем, всё делаю сама. Недавно я переделала сайт. Вы читали статьи в моём блоге? Там есть подборка фильмов и подкастов для тех, кто изучает русский язык. Мы оборудовали офис на втором этаже. Из окна открывается очень красивый вид на лес. Родители мужа приезжают на дачу каждый день, чтобы поработать в огороде. В начале мая они посадили картошку и другие овощи. Признаюсь честно, я не очень хороший помощник. Я с детства не любила огород. Мои родители отправляли меня на всё лето к бабушкам. Нужно было им помогать. Вспахивать землю, сажать овощи, полоть сорняки, поливать грядки и собирать ягоду. Из всего этого я любила только поливать, но просто терпеть не могла собирать ягоду. Моя двоюродная сестра всегда всё делала очень быстро, поэтому её прозвали работящей, а меня наоборот. Я не была ленивой, просто я старалась выполнять другой вид работы. Например, пылесосить, мыть полы или собирать яблоки. А ещё я очень люблю избавляться от всего старого и ненужного. На даче я разобрала и рассортировала старые вещи, привела в порядок полки в комоде и помогла разобрать хлам. Хлам это то, что обычно копится на даче, то есть разные вещи, которые уже давно не используются. Мы занимаемся ремонтом второго этажа. Планируем сделать стену, чтобы вместо одной комнаты было две. Моя мама приучила меня есть супы на обед, поэтому на даче мы готовим несколько супов в неделю. Сегодня это щи из квашеной капусты. Вы ели когда-нибудь этот суп? Это капуста с нашего огорода, урожай 2019 года. Капуста получается хрустящая, а суп немного кислит. Также мы варим суп с чечевицей, гороховый суп, борщ, щавелевый суп, суп с лапшой или грибами. Летом россияне очень любят готовить окрошку. Как-нибудь я обязательно запишу для вас рецепт. Мы стараемся есть меньше сладкого, поэтому к чаю у нас обычно мед и сухофрукты. После обеда мы возвращаемся к работе. В свободное время мы можем сходить на прогулку, покататься на велосипедах или посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. Недавно мы позвали жителей деревни и все вместе собрали несколько десятков мешков мусора. К сожалению, некоторые люди выбрасывают свой мусор вдоль дороги и в лесу. Мы решили, что нужно проявить инициативу и навести порядок. Уборка мусора приносит удовлетворение, а в вашей стране люди часто мусорят, часто выбрасывают мусор в неположенных местах. На даче есть старый проигрыватель и коллекция виниловых пластинок. Я люблю работать под музыку, а также танцевать под нее по вечерам. Сегодня мне захотелось приготовить пиццу. Я купила слоеное тесто, колбасу, сыр, грибы, болгарский перец, лук и маслины. Получилось очень вкусно. Особенно с нашим домашним сидром, который мы делаем из яблок. А еще я поняла, что стало очень мало читать. Нужно чаще брать в руки книгу и заниматься саморазвитием. Я хочу начать делать йогу по утрам, а то и про нее я совсем забыла. Буду выходить в сад и наслаждаться теплым солнцем, пока есть такая возможность. Как только моему мужу нужно будет вернуться в офис, мы переедем обратно в квартиру в Санкт-Петербурге. Меня это не очень радует, все-таки хочется пожить на природе подольше. А еще иногда мы ходим в баню, где паримся березовым веником. Вы смотрели мое видео про баню? Если нет, ссылка появится в углу экрана. Ну что, как вам наш день на даче? А теперь Семик приглашает вас на прогулку. Моя гонка. Моя гонка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...